Веселые сани Это была ракета, сзади были турбины, по бокам был номер, а спереди было название. Ну это все, что осталось от него. Да, спереди было название. Я думаю, мы бы и дальше уехали, если бы сани боком не поехали. Именно остров Татышев стал главной площадкой празднования Дня снега в Красноярске. Несмотря на прохладную погоду, праздник собрал тысячи красноярцев. Здесь развернулись десятки площадок. Микрохоккей для детей, зимний боулинг, семейные эстафеты, где дети вместе с родителями соревновались в катании в мягких колесах и многом другом. Одной из новых традиций праздника стал шестиметровый снеговик, который должен стать символом Дня снега в Красноярске. Снеговик – это, так сказать, отправная точка для будущих рекордов. Мы считаем, что в России что-то там порядка 7-8 метров, самый высокий снеговик, ну, у нас вот порядка 6 метров, считаем. Ну, будем с каждым годом расти, будет праздник расти и снеговик расти. Еще одной площадкой праздника на правом берегу Енисея стали настоящие горнолыжные соревнования. Правда, участвуют в них дети. На высоких скоростях по склону летят спортсмены, многие из которых и в школу-то еще не ходят. Возраст участников от 4 до 12 лет. При этом многие показывают отнюдь неплохие результаты, ведь даже к этим соревнованиям ребята готовятся вместе с родителями. Сначала пробую красу, потом уже буду участвовать. Мотивация у них вообще хорошая. Снега приведи ребенка. Лизы хорошие здесь дают. Самый главный, самый полезный. И вообще им это надо. Надо спортом заниматься всегда. Именно в этом и есть главный смысл Дня снега, второе название которого – Международный день зимних видов спорта. Праздник был основан Международной федерацией лыжного спорта в 2012 году и призван популяризировать здоровый образ жизни. И это движение уже поддержали более 40 стран. Александр Ловицкий, Александр Ермошенко. Новости.